В эфире телеканала Деснатовая новости. В студии работает Ксения Ложкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Заседание постоянной депутатской комиссии. Действующий дарит действует до 30 июня. Данной редакции мы его подбиваем до 31 декабря 2021 года без изменений. ЕГЭ-2021. Результаты и впечатления. ЕГЭ для меня оказался сложным тем, что приходилось много волноваться, испытывать стресс. 1 июля состоялось заседание Десногорского городского совета по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан. Депутаты рассмотрели повестку дня одним из вопросов, который было принятие в собственность Десногорска объектов движимого имущества. Так единогласно было принято решение о включении в собственность города детской игровой площадки в пятом микрорайоне. Также рассматривалось предложение о внесении изменений в решении Десногорского городсовета по подтверждении стоимости платных услуг в ванно-прачечном комбинате «Латона». Предлагается внести изменения в пункт 2 и вложить новой редакции. Так как у нас сейчас действующий дарит действует до 30 июня, данной редакции мы его подбиваем до 31 декабря 2021 года без изменений. Ранее в Совет были предоставлены данные о наложении федеральных лесов на земли, входящие в состав муниципалитета. В связи с этим Комитетом по городскому хозяйству и промышленному комплексу из единого госреестра были затребованы семь кадастровых выписок. Оказалось, что совпадение федеральных и городских земельных участков подтвердилось в четырёх случаях. А это требует изменения генерального плана Десногорска. «Дальнейшие действия будут предприниматься по согласованию с Рословской думой, с муниципальным вызванием Рословской района, по передаче земель, которые попали на нашу территорию, в их собственность, землю лесного форума». Выслушав дополнительные возражения и замечания, председатель Горосовета Анатолий Терлецкий выдвинул предложение о вынесении решения по изменению генплана после предоставления и изучения дорожной карты Десногорска. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. С 31 мая по 2 июля во всех общеобразовательных организациях города Десногорска прошла государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов. Как проходила сдача экзаменов в этом году, смотрите в нашем следующем сюжете. Каждый экзаменационный день проходил в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Перед запуском выпускников в аудиторию – генеральная уборка помещения, бесконтактная термометрия на входе и обязательная обработка рук антисептиками. На входе ребят встречали работники в масках и перчатках, а аудитории оснастили рециркуляторами. Даже вход на пункт проведения экзамена в особом режиме. Еще с прошлого года продолжается момент того, что дети заходят в два разных входа. То есть, получается, они делятся на группы, приходят к определенному времени. На сдачу ЕГЭ зарегистрировали 136 выпускников образовательных школ и 5 выпускников прошлых лет. В списке предметов для сдачи – 12 общеобразовательных дисциплин. Русский язык и математика профильного уровня, литература, общество знания, английский и немецкий языки, биология, история, информатика, ИКТ, физика, химия и география. После проведения всех экзаменов выпускники решили поделиться своими впечатлениями и эмоциями. Задания показались мне абсолютно решаемыми, так как я два года упорно готовилась и занималась с репетиторами. Но на самом деле, как правило, даже занятия с репетиторами не являются гарантией хорошей сдачи, так как с каждым годом задания усложняются. Вводятся новые типы задач. Но при должной подготовке это совсем не страшно. Организован экзамен на высшем уровне. Все продумано до мелочей. ЕГЭ для меня оказался сложным тем, что приходилось много волноваться, испытывать стресс, так как процедура экзамена, она достаточно строгая. И было страшно, какие задания попадутся. Но на самом деле оказалось, что такие мы не были сложными, так как вся программа составлена из школьного материала, которому нужно просто подготовиться. Когда общаешься с выпускниками прошлых лет, они рассказывают, как это было сложно, как они старались, днями напролет готовились. Но уже в 10-11 классе, когда ты сам погружаешься в это, понимаешь, что не все так страшно на самом деле. Решаешь сотни заданий, сотни кимов, вариантов, с учителями общаешься, погружаешься в материал. И все с каждым днем становится проще, легче. И уже вот к экзамену, ну лично у меня так было, я пришел довольно подготовленный, уверенный и хорошо написал их. Родители, так как тоже переживали этот важный момент в жизни своих детей, выразили свое мнение о процессе проведения ЕГЭ, о своих ожиданиях от экзамена. Дети очень сильно переживали, не спали, не ели, не пили. До экзаменов, во время экзаменов, после экзаменов было очень нелегко ребятам. Но ожидания, конечно, превзошли себя. Мы довольны, мы сдали хорошо ЕГЭ. Впереди у выпускников еще много испытаний. Сейчас главное для них – поступление в ВУЗ и начало новой главы в своей жизни. Виталий Волков, Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 6 июля в Десногорске облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 25, ночью плюс 18. На сегодня выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова